когда мы едим регулярно большое количество животных белков наше тело создает вещество называемая пурина и именно это порождает кристаллы мочевой кислоты наше тело запрограммировано на избавление от мочевой кислоты но проблема в том что если кислота производится в больших количествах то это провоцирует развитие различных проблем со здоровьем камни в почках боли в суставах подагру и другие заболевания неприятны наше тело может перейти в гиперурекемию и в этом случае мы можем пострадать от метаболического ацидоза проблема кожи болезненность суставов болезни почек и почечных камней лейкемии диабета подагра но есть продукты о которых я сейчас вам расскажу которые помогают бороться с мочевой кислотой и обратите внимание на то чтобы по сезону употреблять их достаточном количестве прежде всего это огурцы они помогают снизить производство мочевой кислоты и образование кристаллов которые образуются вокруг наших суставов что в результате вызывает и боли и деформацию сустава огурцы прекрасный овощ который может расти у вас и на грядке и купить на рынке и он поможет вам в этих проблемах обратите внимание на бананы противоречивое мнение о нем но банан богат калием и это очень важно для снижения уровня мочевой кислоты в организме поэтому дорогие друзья бананы любят не только и дети но и нам надо включить свой рацион хотя бы один банан в день можно добавить в овсянку в другие какие-то салаты фруктов это будет прекрасно обратите внимание на то что вы можете избежать накопления мочевой кислоты когда регулярно употребляйте сырую морковь который также улучшит общее состояние здоровья а если вы добавите еще обычного растительного масла вы сможете улучшить еще и свое состояние зрения кроветворной системы состояния кожи это тоже прекрасный продукт который исцеляет нас дорогие друзья посмотрите на экран кислая кислая вишня но это вкусная ягода способна нормализовать уровень мочевой кислоты так как она содержит вещество под названием антоцианин и кроме того она предотвращает образование кристаллов вокруг наших суставов считается норма в сезон один стакан в день вода с потреблением воды вы можете не только снизить уровень мочевой кислоты но истранить отходы токсины из вашего организма в норме считается 30 грамм чистой воды на килограмм веса но обратите внимание у кого есть сердечная недостаточность почечная недостаточность вам нужна дополнительная информация врача утром очень хорошо пить тепло горячую воду натоща она тоже хорошо помогает вывести слизь и мочевую кислоту поговорим о сельдерея это редко встречающую овость на нашем столе но если вы его видите в магазине или на рынке не проходите мимо потому что при частом употреблении сельдерея вы сможете избежать большого количества осложнений вызванных мочевой кислотой а также снизить ее уровни удалить мочевую кислоту избежать многих проблем со здоровьем поможет регулярно употребление лимонной воды пить и лимонную воду всегда через 30-40 минут после каждой еды это будет очень благоприятно для вашего здоровья потому что лимон хорошо ощелачивает наш организм несмотря на то что он кислый в реакции он дает щелочь и конечно же зеленый чай употребление зеленого чая снижает риск развития подагры а также борется с гиперурекемии рекомендуется пить одну-две чашки зеленого чая каждый день а если вам тошнит от зеленого чая просмотрите у меня в плейлисте польза и вред продуктов почему у вас такая реакция на зеленый чай особое внимание вы обращайте на сырой лук конечно это прекрасный фитонцидный продукт овощ но благодаря луку вы сможете избежать избыточной мочевой кислоты в организме просто используя луковый салат или добавляя его в салаты приправлять тоже надо лимонным соком и небольшим количеством растительного масла и конечно же яблоки вы можете делать деток своему организму употребляя регулярно яблок это также помогает устранить избыток мочевой кислоты но обращая внимание дайте предпочине зеленым яблоком потому что все зеленые я я все зеленые фрукты и овощи ощелачивают организм запомните это и для нас это действительно как панацея плюс все кто кушает хотя бы одно яблочко в день не будет знать проблемы с сердцем это очень важно и благоприятно для вашего организма а в конце видео я все-таки хочу заострить внимание на любителей помидор томата именно большое можно сказать огромное количество употребления красных помидор в период лета и осени губительны для наших суставов помидоры откладывают мочевую кислоту у нас от нее болят суставы ревматоидные артриты подрагра вам тяжело ходить у вас проблемы с позвоночником и есть информация то что помидоры это антиоксидантный продукт против раковых клеток он нас защищает как профилактически но вы губите свои суставы достаточно много других методов детоксикации и продуктов от раковых заболеваний профилактически но вот именно помидоры откажитесь от красных помидор выращиваете употребляйте только розовые и желтые помидоры которые не содержат в себе те вещества которые губительно разрушили ваши суставы вернитесь на свою прошлую жизнь и проанализируйте сколько тонн вы съели законсервировали красных помидор и как вы чувствовали в зимний весенний период я снова хочу сказать такой девиз что все яд и все лекарства все зависит только от дозы поэтому дорогие друзья занимайтесь самопознанием самоисцелением канал домашняя чех с мариной предлагает вам огромное количество видео для здоровья женщин и вашей семьи детоксикации организма о пользе и вреде продукта даже продукты которые у вас находится на столе каждый день могут разрушать ваш организм и вы даже не догадываетесь спасибо что вы были со мной подписывайтесь на мой канал просматривайте плейлисты по тематикам задавайте вопросы не пропускайте прямые трансляции которые периодически выходят у нас в эфире и я отвечаю на ваши вопросы для этого поставьте значок колокольчик это оповещение и вы не пропустите новые и важные видео для нашего здоровья будьте здоровы и счастливы